Здравствуйте, уважаемые коллеги! Представляю вам очередную налоговую новость. И на этот раз новость связана с вопросом обложения налогами обеспечительного платежа. Именно данному вопросу посвящено письмо Минфина, реквизиты которого вы видите. И в данном письме рассматривался вопрос о том, необходимо ли включать в налоговую базу по НДС обеспечительный платеж. И Минфин указывает на то, что если обеспечительный платеж рассматривается в качестве оплаты за оказываемые услуги, то в данном случае есть основания для включения соответствующих сумм в базу по НДС. Здесь интересно то, что схожую позицию, но уже по упрощенной системе налогового обложения высказал Верховный суд в своем обзоре, а именно в пункте 10. В данном случае Верховный суд рассматривал ситуацию, когда обеспечительный платеж должен был зачитываться в последний месяц аренды, либо в месяц, в котором образовалась задолженность по аренде. И Верховный суд указал на то, что поскольку в данном случае обеспечительный платеж должен рассматриваться в качестве оплаты услуг по аренде, то в данном случае есть основания для включения соответствующих сумм в базу по ОСН. И в данном случае периодом включения должен быть момент получения соответствующего обеспечительного платежа. Но здесь важно другое, что Верховный суд рассмотрел и другую ситуацию, а именно когда обеспечительный платеж рассматривался, эти суммы могли направляться на погашение, точнее возмещение убытков. При этом в договоре, который рассматривал Верховный суд, было предусмотрено, что по общему правилу соответствующие суммы по окончании договора подлежат возврату. И уже в данном случае Верховный суд указывает на то, что оснований для включения соответствующих сумм в налоговую базу по ОСН. Таким образом, налогоплательщикам следует понимать, что во многом вопрос о том, необходимо ли включать обеспечительный платеж в налоговую базу, либо по НДС, либо по ОСН, этот вопрос зависит от того, какие положения договора в отношении обеспечительного платежа. В том случае, если указывается исключительно, что соответствующий платеж используется для оплаты услуг аренды, в последний месяц аренды, это такое стандартное условие, то в этом случае необходимо включать в налоговую базу соответствующие суммы. Но если указывается на то, что обеспечительный платеж может использоваться в качестве суммы для возмещения убытков, то в данном случае оснований для включения соответствующих сумм в налоговую базу не имеется. Здесь есть достаточно спорный момент, когда в договоре указывается несколько оснований для использования обеспечительного платежа. Это либо как способ возмещения убытков, возможных убытков по договору, либо часто указывается на то, что соответствующие суммы используются и в качестве оплаты за последний месяц. И возникает вопрос, необходимо ли в таком случае включать соответствующие суммы в налоговую базу. На мой взгляд, нет. Но это достаточно спорная ситуация, и поэтому, чтобы усилить свою позицию, налогоплательщикам следует правильно сформулировать условия договора, а именно указывать на то, что правило об использовании обеспечительного платежа в качестве уплаты за тот или иной период договора – это не безусловное правило, а только возможное правило. Ну иначе говоря, необходимо указать, что обеспечительный платеж может использоваться в качестве оплаты, например, за последний месяц аренды. При этом также в пользу того, что обеспечительный платеж не должен включаться в налоговую базу, может служить и общее правило о том, что по общему правилу обеспечительный платеж подлежит возврату. Таким образом, налогоплательщикам следует иметь в виду как позицию Минфина, так и Верховного суда в целях правильного определения своих налоговых обязательств и в целях правильного формулирования договорных условий в отношении обеспечительного платежа. А на этом все. Спасибо за внимание. До скорых встреч.